Всем привет, мои хорошие! Угадайте, что мы сегодня будем делать. Ну что, девчонки, как вы поняли, вчера мы милировались. Милировались, помилировались и протонировались. Протонировалась по той же самой схеме, которую я вам во влоге показывала. Я вам под видео в инфобоксе ссылку на этот влог оставлю. Да, протонировались, и вот получился такой серенький красивый цвет. И постриглись. Потому что кончики у меня и так были пожжены, еще пожгли их еще больше и немножечко постриглись. На один сантиметрик буквально. И теперь планирую тоже несколько месяцев опять волосы не трогать, если только протонироваться еще разочек. Вот, и не красить. Я не красила их почти три месяца. Для меня это шок. Результат прям такой классный. Поэтому мне вот этот цвет, вот этот, очень нравится. И смотрите, после тонировки получилось, что они не милированные, а они какие-то однородные. Здорово, на самом деле, за что вот я люблю эту тонировочку. Она вообще шикарная. Кто спрашивал у меня, какой у меня цвет волос, в предыдущих видео вообще я не красилась краской. Это, девчонки, вот это вот тонирование. Оставлю ссылку, проходите, смотрите. Сейчас покажу вам волосики при естественном освещении. Я всем довольна, мне все нравится. Вот так, девчонки, выглядит цвет при естественном освещении. Синенький, такой, как я люблю. Все замечательно. И он даже какой-то однородный, что ли, получился. На солнышке. Вот так. Девчонки, пятница. Уже ноги практически не несут в школу. Расскажите, как вы водите детей 5 дней в неделю в школу? Я уже не могу вставать так рано. Надо встать же, приготовить завтрак, накормить, собраться, отвезти. Это трындец. Сейчас утро. Сейчас будем с вами тестировать средства от Фаберлик с коллагеном. Я пока стою на улице. Погода у нас классная. Сейчас бабье лето. Днем очень тепло. 23-22 градуса. Днем вообще красота и солнышко. Вот такая красота. Клены начинают желтеть. Вон он. А так у нас очень тепло, хорошо. Меня вчера уже рубануло где-то днем. Я немножко поспала. Наверное, минут 15. Нужно было ехать опять в другую школу. На английский, на танцы. Уже не могу. Я раньше, когда работала на пятидневке, я не представляю, какой девочке. Некоторые из вас работают. Это какая-то каторга. Это не жизнь. Когда я работала на пятидневке, у меня уже со среды, со четверга, я, наверное, в 7 вечера засыпала. Полный упадок сил жизни никакой. Ужас вообще. Просто ужас. Поэтому вот свой график сутки-трое, я прямо считаю, идеальным. На самом деле, можно и поспать, можно и дела поделать какие-то. И для себя пожить. Ну что, девчонки, приступим. Я хочу сделать сегодня кислотный уход. Это будет пилинг Фаберлик и кислота от Organic Zone. Потому что у меня нет первого шага трехступенчатой системы Фаберлик. И пока на него нет скидок, я хочу сделать именно вот этим пилингом. В принципе, девчонки, первый шаг вот этой системы это то же самое, что и вот эта кислота. Поэтому, кого интересовал уход трехступенчатой пилинговой системы Фаберлик, вот смотрите, будем делать сейчас в принципе по схеме. Первый шаг там наносится на несколько минуточек. Это, собственно, сама кислота. В пилинге Фаберлик АХ кислоты, они более щадящие, концентрация там не очень сильная, но тем не менее, тем, у кого есть склонность к пигментным пятнам, лучше потом воспользоваться кремушком с СПФ. Сейчас сделаем с вами пилинг и будем тестировать крема с коллагеном. Так, вот у нас нанеслась кислота, я и навеки наношу. Будет пощипывание, если вы делаете это первый раз, взяли пилинг, да, то может прям щипать и лицо покраснеет. Я очень давно не делала кислотный уход, но мне уже прям хочется. Вот, началось пощипывание. В принципе, то же самое абсолютно от первого шага А. Так, потом, после того, как мы кислоты подержим на своем лице, ну, если первый раз делаете, то лучше несколько минуточек. Я уже кислотный уход делала, поэтому я подержу минут 10. Потом мы с вами смоем кислоты и у нас будет шаг В. Это, собственно говоря, сам пилинг, но я бы больше назвала его скраб, потому что это такая кремовая консистенция, в которой очень много мелких-мелких частичек. После него вот у меня лицо прям совсем красное. Микроэмбразий, энзимный пилинг, артикул 1,2,2,8. Шага А, к сожалению, не скажу артикул. А шаг С, это у нас, девчонки, как лицо щипет. Шаг С, это у нас крем. Крем для восстановления кожи, чтобы она немножко успокоилась после пилинга, артикула 1,2,1,7. Я, в принципе, практически не пользуюсь. Он у меня, ну вот, вот столько его стоит, потому что я потом наношу свой крем, который я люблю. Это тоже очень неплохо, но к нему как-то рука совсем не тянется. Вот, нанесли кислоты, подождали. Да? Я сейчас еще немножко так похожу. Я люблю подольше. А так, смотрите, по состоянию своей кожи. Если прям сильно щипет, то минутки 3 подержите и смывайте. Потом будем с вами делать шарпе. Так, смотрите, прошло 10 минут. Смотрите, какая у меня красная кожа. В принципе, то же самое у меня от пилинга Фаберлик. Сейчас мы убираем с лица шаг А. Для тех, кто любит пожестче, мощную артиллерию, так скажем, можно поверх шага А прям нанести шаг Б и вот так вот массировать. Но я смою сейчас, потому что давно не делала. Если у вас кожа, девчонки, чувствительная, то начинайте вообще лучше с одной минутки. Видите, какая красная? Сейчас буду смывать. Вот, мое раскрасневшее лицо, оно даже на ощупь горячее. Так, теперь у нас шаг Б. Шаг Б. Пошел энзимный килинг, вход. Тяжелая артиллерия. Он такой вот кремовый, но здесь очень много частичек. Девчонки, прям очень много. Так, разнесли. Что-то у него уже запах не очень стоит год. И погнали. В течение 1-2 минут массируем кожу. Что мы получаем в результате? В результате мы получаем хорошо очищенную кожу, отшлифованную, подтянутую. И кислоты сами по себе это вообще великая вещь в борьбе с морщинами. На самом деле, ой, аж больно шлифовать. Кожа прям у меня сильно покраснела. Вот что, значит, давно не делала. Когда делаешь часто, да, в осенний-зимний период, ранняя весна, то такого не бывает. А вот когда не делала уже больше полугода, прям вообще. Лучше делать вечером, потому что потом в течение нескольких часов, ну, может быть, кожа красная, особенно если делаете впервые. У меня вот сегодня с утра получается. Так, все помассировали, особенно тезону, мимические морщинки наши. Все помассировали, смываем. Вообще, лицо прям горит. Пипец. Так, я успокаивающий этот крем не хочу, он мне не очень нравится. Мы с вами будем сейчас тестировать сыворотку ретиноловую. Крем ретиноловый, так, где он у меня, я уже, девчонки, два дня тестирую на ночь, потому что многие, немногие, некоторые из вас мне говорили, что он на день тяжеловат. Ничего подобного для моей комбинированной жирной кожи местами. Он совершенно не тяжелый. Впитывается, прекрасно, моментально буквально, не оставляет никакого жирного следа на лице. Достаточно хороший, легкий, не матирующий, конечно, легкий кремуха вообще. Девчонки, при дневном свете сейчас бы вы меня увидели, испугались бы. Вот, поэтому мне понравилось. На дневной основе еще его не пробовала. На ночной прям красота. И действительно, с утра виден результат, девчонки. Прям вот кожа какая-то помолодевшая, подтянутая, ровненькая. Морщинки, если какие-то мимические мелкие есть, они прям разглаживаются. Мне понравилось, мне очень понравилось. Прям супер. Что ж, я к этой линейке это раньше не прибегала. Так, вот как выглядит сыворотка, артикул сыворотки у нас. Я брала их в Фаберлик Клубе, девчонки, они есть. 1-2-1-2 это сыворотка и кремушек с ретинолом. 1-2-1-5 Ох, бедное мое лицо. Так, давайте пробовать сыворотку. И еще, девчонки, у меня такой вопрос. Одна девочка мне в комментариях под видео с заказом Фаберлик написала, что с ретинолом на день нельзя, потому что может вызывать пигментные пятна и вообще это только на ночь исключительно и потом СПФ. Но здесь на упаковке написано ретинол это витамин А. Один из самых известных эффективных антивозрастных компонентов, способствующих разглаживанию морщин и выравниванию рельеф кожи. Так, где здесь? Нанесите на чистую кожу лица 1-2 раза в сутки с утра и перед сном. То есть здесь на упаковке в инструкции написано с утра и перед сном. Может быть не здесь сильный такой процент ретинола, на пачке этого не видно. состав надо изучать. Ну, в общем, по инструкции так. Девочка мне написала, что с утра ни в коем случае нельзя, потому что потом на солнышко нельзя выходить. Так, сыворотка, девчонки, вот как выглядит. Выходить из тюбика она не... о, все вышло. Вот. Наношу сыворотку. Сейчас, после такого мощного пилинга кожа, любой крем впитается при великим удовольствии и полностью. Любой крем, любую сыворотку. Когда наносите этот продукт на лицо, так же, как и крем, они вообще, кстати, похожи, что сыворотку, что крем, он ощущается первые секунд 30. Потом, когда впитывается, все, ничего не ощущается. Кожа гладенькая, ровненькая, никакого жирного блеска. Вот видите, у меня сейчас кожа моментально впитала сыворотку и я еще и кремушек, пожалуй, нанесу сверху. Для чего вообще нам нужны сыворотки? Они позволяют кремам, которые вы наносите потом сверху, лучше проникать в глубокие слои кожи. Вот это их основная функция. Ну и, конечно, выравнивание тона и так далее. Так, вот теперь кремушек, девчонки. Он чуть-чуть, может быть, попитательнее, чем сыворотка. Ну, мне кажется, и на дневной основе очень даже ничего. Учитывая то, что мне многие крема кожи утяжеляют, но не Фаберлик. Этот нет, нормальненько. Вот нанесли на сыворотку. Все, красота. Он сейчас впитается и не будет никакого жирного блеска. Но кожа у меня трынется вообще. Сейчас без лампы, вы, может, увидите оттенок этот. Нет, без лампы еще хуже. Не видно красноту. Моя, жуть. Сейчас несколько часов пройдет. Можно будет нанести немножечко СПС сверху и уходить на улицу. Потому что мне сегодня на улицу надо. Что-то я утренний уход такой жесткий замутила. Сейчас покажу вам при дневном свете. Смотрите, какая я красная. Капец. Сейчас все успокоится и будет нормально. Так что, девчонки, я этой серии прям на солнце я уселась. Осталась очень довольна. На самом деле, мне понравилась она безумно. Я увидела результат после первого применения на утро. Вообще красота. Хочется применять и на день, и на утро. Ну или хотя бы сыворотку на день. А кремушек на ночь. Замечательная линейка для возрастной, мне кажется, кожи от 35 лет. Прям эффект есть. Здорово. Здорово.